В связи с тем, что 22 сентября 2022 года в Беларуси начнут действовать поправки в законе о дорожном движении. В частности, о возможности прохождения обучения и получения прав на управление машиной с автоматической коробкой передач. Одна из автошкол города Бреста уже готовит автомобили, чтобы обеспечить удобство и комфорт для своих учеников. Уже все делаем для того, чтобы как только это будет возможно, мы смогли предоставить такую возможность для наших жителей города Бреста обучаться на автомобилях с автоматической коробкой передач. Планируем приобретать еще машины с автоматической коробкой передач. Одна уже у нас есть сегодня, уже она готовится. Нововведение в законоправилах дорожного движения обосновано, ведь для многих учащихся механическая коробка весьма сложна. Этот механизм предполагает много сложных действий. Это и взаимодействие с педалью сцепления, а также ручное переключение в зависимости от скорости движения. Именно поэтому обучение превращается в настоящую проблему. Поэтому многие курсанты предпочли бы сдачу на права на автоматической коробке передач. Если коробка автоматом задействована одна нога, правая, она же работает с педалью газа, с педалью тормоза, то на механике задействованы как две ноги, так и получается правая рука, которая будет переключать коробку передач. И на механике все-таки немного сложнее, потому что задействованы разные группы мышц, и нужно контролировать во время движения, какими включаем передачи, как включаем, как работаем правой ногой, как работаем левой ногой. То на коробке автомат это все как бы просто, и сложности нет. Мы только будем управлять рулевым механизмом. Теперь у учащихся будет возможность выбора. Но есть одно но. Учащимся, сдавшим экзамены на автомобилях с автоматом, будет выдаваться водительское удостоверение с особой отметкой, которое запрещает им управлять автомобилем с механической коробкой передач. И если с такими правами водитель сядет за руль машины с механикой, то сотрудники госавтоинспекции будут считать его, увы, самым настоящим бесправником. Человек, который будет обучаться на автомат, он вряд ли сможет, а точнее даже не сможет, ездить на механической коробке передач. Но, конечно, стоит быть профессионалом, то нужно работать, научиться на механике. Если бы я выбирала между механикой и автоматом, естественно, я выбирала бы механику, так как потом я смогу ездить и на автомате, и на механике. Если ездить только на автомате сдавать, я не смогу больше потом ездить. Ну, как бы смогу, но надо будет переучиваться. Кому-то по душе механикам, а кому-то коробка автомат. Выбор за вами.